Исторический центр Вольска не только сохранить, но и приукрасить. Уже почти год в одном из старейших волжских городов идет активная реконструкция пешеходной зоны. Масштабный проект был инициирован лично председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и реализуется полностью на спонсорские средства. В настоящее время на пешеходной зоне в Вольске обустроены велодорожки, оборудована ливневая канализация, установлены столбы освещения и светофоры. Однако это только начальный этап большого проекта по изменению облика города. Тема продолжит Екатерина Заграничная. Купеческий Вольска. Здесь бережно хранят его многовековую историю. А то, что когда-то было утрачено, мечтают возродить. Как для жителей города, так и для туристов, которых привлекает местная архитектура, легенды, исторические факты и многое другое. Все то, что можно увидеть именно в Вольске и нигде больше. Все это таят в себе местные улочки, здания, ну и, конечно, парк, заложенный несколько столетий назад. Вот Вольску повезло тем, что уже в конце 18 века в Вольске была оранжерея. Совершенно необычная для того времени. Потом эта оранжерея стала развиваться, превратилась уже в ботанический сад. А в 70-е годы, 19 века она стала городским садом. То есть вся эта красота была передана городу. И с этого времени уже горожане имели возможность прогуливаться вот этими тевинистыми аллеями. И вот долгое время парк обновлялся, вот именно это слово надо сказать. То есть обновлялся в зависимости от того времени, когда это нужно было делать. А вот сегодня мы хотим представить всю красоту и весь интерес этого парка. Проект развития городского пространства Вольска родился в прошлом году. Во время визита в город Вячеслава Володина вдохновленные идеи местные жители активно включились в работу. Даже создали общественный совет по обустройству сквера и пешеходной зоны. Ее первая часть была сделана в Вольске уже через несколько месяцев. Но работа на этом не завершилась. Теперь, говорит председатель Государственной Думы, нужно найти такие решения, чтобы пешеходный проспект был неразрывно связан с городским парком культуры и отдыха. Начало парк, дальше мы переходим сюда и движемся в сторону Волги. Поэтому это все должно быть как единый комплекс. И в принципе, вот эти все зоны, общественные пространства, они должны работать. То есть они не должны быть просто вот с асфальтированной или плиткой там, обустроены. Но обязательно там должны быть элементы, которые были бы интересны жителям и города, и гостям. Когда они там соберутся прогуляться, можно было бы им ознакомиться с историей города. И в принципе, вот с тем, что мы утратили, а это нам надо будет восстановить. Восстановить предстоит многое. Так, по задумке местных историков и краеведов, парк должен сочетать в себе три составляющие. Зона историческая 18-19 веков, зона советского периода и зона современная. Все они должны быть связаны и представлять собой такой парк поколений. Параллельно предстоит вести работы по продлению пешеходного проспекта, который в будущем и должен соединить парк с Вольской набережной. Энергия Вячеслава Викторовича столь велика, что не зажечься ей просто невозможно. Главное, он сам влюблен в этот город. И эта любовь, она присутствует в каждом визите его. Ведь можно приехать, уехать, посмотреть, пообещать и забыть. Он другой человек, он человек слова и дела. И поэтому он не только предлагает, он помогает и действительно реально зажигает местное население. В такой масштабной работе по благоустройству важна каждая деталь. Те же тротуары в исторической части города. На бумаге их предусмотрели шириной всего 3 метра. Недостаточно, замечает Вячеслав Володин. Будет некомфортно, учитывая то, что здесь будет предусмотрена отдельная дорожка для людей с ограниченными возможностями. Поэтому нужно добавить еще хотя бы метр. Понятно, что их будет дороже, но лучше нам один раз это сделать, потому что, знаете, это будут замечательные, просторные, пешеходные дорожки, которые будут больше, чем обычный тротуар. Я опять понимаю, что на себе я эту проблему набираю, потому что это дороже будет. И, соответственно, там сразу удорожение, наверное, удорожение будет на четверть. Но дело в том, что если мы с вами, вот давайте пообсуждаем, мы же один раз делаем, но это будет совершенно другой вид. Это будет не узкий тротуар там, а это уже будет лучше. Конечно, вид будет лучше. И проспект этот должны дополнять элементы, которые будут интересны как гостям города, так и местным жителям. Одним из них представители общественности предлагают сделать памятник голубю, вольскому веслокрылому Турману. Это, говорят местные короведы, уже реликтовый вид птицы. И его, как бренд города Вольска, сейчас стараются возродить. Именно в нашем городе в начале 19 века начали создавать эту породу на базе камышинских, пензенских голубей. И уже как окончательно, как оформленная порода, вольский турман сформировался к концу 19 века. А почему их назвали турманы? От английского слова «tumblers», то есть что означает «кувыркающийся». То есть эти птицы кувыркаются в полете. И они могут быть в полете до 10 часов. Очень выносливые птицы. Так как эта птица наша вольская, вольской породы, то поэтому мы и задались той целью, чтобы возродить вот это голубеводство, любовь к голубям. А в самом парке появится голубятня, где все желающие смогут полюбоваться этими уникальными птицами. Задачи стоят серьезные. Но при этом, подчеркивает Вячеслав Володин, все работы должны вестись качественно. Начать их планируют уже в мае, а завершить – к концу ноября. Екатерина Заграничная, Олег Бирюков, Саратов, 24.